Из 4 317 светильников, неисправных на момент старта проекта, по состоянию на дату последнего отчета муниципальных образований 10 апреля, восстановлены 3502 светильника, что составляет 81% от общего числа требующих замены ремонта светильников. Мы провели оценку роста объемов расхода электроэнергии по наружному освещению в сравнении первого квартала 2018 года и первого квартала 2019 года. Рост объемов расхода электроэнергии на наружное освещение составил 36,3%, рост стоимости 46,8%. Наибольший рост объема электроэнергии и затрат на освещение в Белозерском, Грязовецком, Харовском, Вожиготском, Бабаевском муниципальных районах. Работу в рамках онлайн-сервиса по обработке обращений граждан, полученных через горячую линию и голосовой портал проекта, администрации муниципальных районов стали проводить значительно лучше. На сегодня ответы специалистов муниципальных образований подготовлены на 91% обращений. В настоящий момент в системе управления проектами в отношении проекта Светлой улицы Вологодчины сформирован электронный реестр всех объектов, планируемых реализацией в разрезе муниципальных районов, сельских поселений, населенных пунктов и улиц. В отношении каждого из разработана своя дорожная карта, которая коррелирует по срокам с картой, прописанной вами, Александр Александрович. Зафиксированы ответственные исполнители от муниципальных районов закреплением зон полномочий. Запущен механизм регулярного автоматизированного сбора фактических результатов по этапам проекта. Сейчас и в дальнейшем по ходу реализации проекта исполнение всех этапов дорожной карты будет оцениваться в отношении конкретного количества светильников, по которым мероприятие выполнено. Такой проектный подход, который позволяет нам не только восстановить освещение, но и обеспечить поддержку наших муниципальных образований, у которых просто не хватало на это денег, показал результат. Отличная работа, продолжаем работу к октябрю месяцу. Процент горения, уважаемые коллеги, должен достигнуть светильников 98%.